здравствуйте подписчики канала и все кто интересуется лекарственными грибами сегодня я предлагаю вашему вниманию краткий обзор научной работы исследователей из Соединенных Штатов Америки касательно сильной антибиотической активности водных экстрактов некоторых видов грибов в нашем случае с грибами согласно медицинской терминологии под антибиотиками понимаются химиотерапевтические вещества выделенные из природных источников в нашем случае это грибов обладающие способностью избирательно подавлять в организме возбудителей заболеваний в нашем случае это бактерии или задерживать развитие злокачественных новообразований текстовое сопровождение публикации можно найти непосредственно по данным роликам мои комментарии в тексте вынесены за скобки и касаются пояснений в терминологии Итак, Файзулей Хасан и соавторы, представляющие кафедру химии и биохимии и кафедру микробиологии Университета Майами США опубликовали работу Оценка антибактериальной активности 75 грибов, собранных в окрестностях Оксфорда, штат Огайо, США Сообщается, что устойчивые к антибиотикам бактерии представляют собой растущую и серьезную проблему для здравоохранения во всем мире А среди пациентов в США все чаще появляются патогены с множественной лекарственной устойчивостью Исследователи изучают источники традиционных лекарств, в том числе грибов, чтобы найти новые соединения антибиотиков В работе исследована антибиотическая активность 75 грибов, собранных в окрестностях Оксфорда, штат Огайо, США Грибы исследовались на предмет антибиотической активности против 6 бактериальных штаммов Это Синегнойная палочка Вид громоотрицательных аэробных подвижных палочковидных бактерий Обитает в воде, почве, условно патогенно для человека Возбудитель внутрибольничных инфекций у человека Лечение затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотикам Следующая бактерия это Флуорисцирующая псевдомонада Вид громоотрицательных подвижных палочковидных бактерий Рода псевдомонад С несколькими от 2 до 4 жгутиками Данная псевдомонада редко является причиной заболеваний у людей Однако воздействует на пациентов с ослабленной иммунной системой Например, на больных, проходящих лечение от рака Так, в США с 2004 по 2006 год Зарегистрировалась Зарегистрирована вспышка заболевания Флуорисцирующей псевдомонадой Из-за зараженного ею гепаренизированного порционного физраствора Применяемого для лечения раковых больных Который стал источником инфекции для 80 человек в 6 штатах Следующая бактерия Это сенная палочка Вид громположительных спорообразующих факультативно-аэробных почвенных бактерий Является постоянным членом микробиционозов почвы кишечника животных и человека Встречается в воде и в воздухе Следующая бактерия Эпидермиальный стафилококк Громположительная бактерия Является частью нормальной микробиоты человека Обычно кожи Реже микробиоты слизистой оболочки А также встречается в морских губах Условно-патогенный микроорганизм Заболевания, связанные с ним, возникают только у пожилых, ослабленных и больных людей У которых иммунитет ослаблен Например, при наличии хронических заболеваний или онкологии Следующая бактерия Это микрококкей лютеус Вид антиактина бактерий Неподвижная, как и видная бактерия Сапрофит, широко распространенная в окружающей среде Почве, пыли, воде, воздухе Является частью нормальной микробиоты поверхности кожи человека и млекопитающих У человека микрококкей лютеус колонизирует полость рта, слизистые оболочки, ротоглотку и верхние дыхательные пути Для человека с нормальной функцией иммунной системы, как правило, опасности не представляет Итак, в ходе исследований образцы грибов идентифицировали В анализах на антибиотическую активность использовали метанольные и водные экстракты грибов в отношении каждого бактериального штамма При этом 25 видов грибов обладали антибактериальной активностью как минимум в отношении одной бактерии А следующие водные экстракты грибов проявили сильную антибиотическую активность в отношении всех протестированных бактериальных штаммов А это такие грибы как Цириопорус чешуйчатый или трутовик чешуйчатый В России встречается часто Следующий гриб Трутовик плоский или гонодерма плоская В России также встречается часто Следующий гриб Лентинеллус субаустралис Обычен на территории США В России таких находок я не видел Публикации не обнаружил Следующий гриб Трутовик серно-желтый В России это обычный вид встречается часто Следующий вид Трутовик лакированный или гонодерма лакированная В России встречается в южных регионах, Алтае, Дальнем Востоке Внесен Красную книгу России и запрещен к обороту Следующий гриб Трометис разноцветный или трутовик разноцветный В России встречается часто растет повсеместно Экстракты трутовика лакированного и трутовика серно-желтого продемонстрировали самую высокую, самую сильную антибиотическую активность Которая выражалась в минимальной ингибирующей концентрации Которая называется МИГ 0,1 МГ на миллилитр На сегодня у меня все До новых встреч на канале Субтитры сделал DimaTorzok